На строительной площадке в маленьком английском городке Сент-Олбанс царила обычная рабочая суета. Бригада строителей, занятые возведением очередной многоэтажки, даже не заметили, как один из них вдруг замер, уставившись куда-то вниз. «Эй, парни, глядите-ка!» — крикнул он, привлекая внимание коллег. «Кажется, в той траншеи что-то шевелится». Бригадир подошел поближе и, присмотревшись, ахнул от удивления. В глубокой канаве барахтался маленький комок, весь испачканный в глине. Пригляделся повнимательнее, и точно, что-то живое. Бедняга, должно быть, случайно свалился туда и теперь с трудом пытался выбраться. Ребята переглянулись. Оставлять животное в такой беде они не могли. Быстро связавшись с местным центром спасения диких животных, они сообщили о находке и стали ждать помощи. Надо было действовать срочно, в таком состоянии зверек вряд ли долго протянет. Спустя несколько минут на стройплощадку подъехал фургон из центра спасения животных. Из него выбежали двое сотрудников в специальной униформе, они сразу приступили к спасению зверька. Аккуратно выловив комок из глиняной ямы, волонтеры с ужасом осмотрели бедное животное. Малыш, а это оказался ежик, был полностью покрыт засохшей грязью, его иголки слиплись в один сплошной ком, сначала спасатели даже не могли определить, самец это или самка, глина скрывала все опознавательные признаки. Бедняга, как же ты умудрился так измазаться, с жалостью в голосе произнесла одна из волонтерок, бережно поглаживая ежа. Им предстояла непростая задача, аккуратно отмыть животное, не навредив ему. Ведь еж, напуганный и ослабленный, мог себе навредить еще больше. Но опытные спасатели знали, как правильно действовать в таких случаях. Спасатели осторожно переложили ежа в переноску и отправились в центр. Там начался кропотливый процесс восстановления бедного создания. Сначала волонтеры очень аккуратно, стараясь не напугать ежа, принялись смывать с него толстый слой засохшей глины. Это оказалось непростой задачей, глина намертво въелась в иголки, и отмывать пришлось буквально каждый сантиметр. Под слоем грязи сотрудники центра наконец-то смогли определить, что это самка. Они ласково назвали ее Клейла, в честь той самой глины, что едва не погубило бедное животное. Весь процесс отмывания занял больше полутора часов, ежиха была сильно напугана, дрожала от холода и изнеможения. Но наконец-то она оказалась в безопасности. Осмотрев Клейлу, специалисты убедились, что, кроме сильного загрязнения, с ней все в порядке. Однако ей требовался тщательный уход и время на восстановление, глина успела высушить кожу ежихи, а длительное нахождение в траншеи ослабило ее. Поэтому было решено оставить зверька в центре до полного выздоровления. Пока Клейла находилась на попечении в центре спасения, сотрудники внимательно наблюдали за ее состоянием. Ежиха потихоньку восстанавливала силы, питаясь специальным кормом и отдыхая в уютном убежище, оборудованном для нее. Шерстка понемногу расправлялась, иголки переставали быть спутанными, и общее состояние животного улучшалось с каждым днем. Наконец, спустя около двух недель, врачи центра дали добро на возвращение Клейлы в естественную среду обитания. Для ежей крайне важно оставаться на знакомой им территории, поэтому волонтеры решили выпустить ее недалеко от того места, где ее нашли, с лесополосой недалеко от строительной площадки в Сент-Олбансе. В назначенный день сотрудники аккуратно поместили Клейлу в переноску и отвезли обратно на стройку. Там они открыли клетку и с замиранием сердца наблюдали, как ежиха, немного растерявшись поначалу, вскоре бодро зашагала в сторону знакомых кустов и деревьев. Специалисты надеялись, что Клейла легко адаптируется к привычной среде и сможет благополучно продолжить свою ежиную жизнь. Выпустив Клейлу в родные заросли, волонтеры наблюдали, как ежик скрывается из виду. Они чувствовали облегчение, ведь им удалось вернуть бедное создание домой. Глядя, как Клейла растворяется в зелени, спасатели испытывали умиротворение. Они сделали все, чтобы помочь этому маленькому созданию, и теперь оно получило второй шанс на свободную жизнь.